Наш первый посетитель. Пожалуйста, все проходите, а у первого посетителя сегодня подарок. Сюрприз для первого посетителя новогодней ярмарки в выставочном центре Одинцова Экспо. Она распахнула свои двери 22 декабря и будет радовать горожан праздничным изобилием почти до самого нового года. Елена Кузьмина здесь завсегдатой. Сегодня пришла выбрать подарки для родных и близких и неожиданно для себя сама получила презент. Я часто сюда прихожу перед разными праздниками, такие как 8 марта купить. Прежде всего, сейчас это вообще актуально, потому что за подарками нужно ездить в Москву. Я отношусь к категории людей, которые не могут передвигаться до Москвы. Поэтому я, конечно, сюда прихожу, в том числе и за детскими какими-то товарами и подарками в том числе. Каких только бычков и коровок сегодня здесь нет. Глиняные, стеклянные, из мыла, шоколада, ткани на украшениях и одежде. Наступающий год быка подарил массу идей для новогодних подарков. Творения Нины Голицкой, представленные на ярмарке, настоящий вернисаж произведений искусства. Эксклюзивные работы, ни одна не повторяется. В каждую деталь вложена частичка души, говорит мастер. Потому что я люблю то, чем я занимаюсь. Я просто не могу это не делать. Я могу всю ночь до пяти утра напролет, если меня посвящает вдохновение, создавать что-то красивое. Я буду очень счастлива, мне приятно, если кто-то из вас, приобретя какой-то новогодний сувенир, полезный для дома, досточки, композиции, подсвечники, будет любоваться моей работой, мне будет приятно. Кроме новогодних подарков и украшений, постоянные покупатели приходят сюда за одеждой, постельным бельем и другим домашним текстилем. Говорят, этим производителям уже доверяют. Несмотря на необходимость соблюдения санитарных мер и социальную дистанцию, посетители спешат выбрать на ярмарке необычные и полезные подарки. И делают это с хорошим настроением. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.